Герои Дружба, Ландия, там, где ты не был! Привет! А вы готовы продолжить с нами путешествие в Дружболандию? Да? Даже под дождём? Тогда мы начинаем! А вы готовы? Да! Привет! Катя, я тоже готов, но страшно не люблю дождь. А кто ещё не любит дождь? Я люблю дождь, но только под зонтиком. Я тоже люблю, но только когда сплю. Понятно, какие у меня здесь любители дождя. Катя, действительно, кому нужен дождь? Зачем он? Ну вот сегодня мы с вами и узнаем, для чего нужен дождь и кто без него жить не может. Дождь, это разве плохо? Катя, а Дружболандия любит дождь? Ну вот сейчас мы это и узнаем. Настя, дай нам Дружболандию. Что же у нас здесь? Зонтик. Витя, дождя нам что может помочь? Зонтик. Зонтик. Интересно, а зонтик любит дождь? Любит. Он же устал от дождя, но это же его работа. А давайте представим, что это необычный зонтик и что он слышит наши желания. Что бы вы пожелали? Богдан, что бы ты пожелал? Я мечтал стать футболистом. Стать футболистом? Классное желание. А я бы хотела, чтобы у меня была живая лошадь. О, можно было бы кататься, да? А я бы хотела полетать на самолете. А я бы хотела, чтобы никогда не было дождя. Илья, а что ты думаешь, что без дождя действительно было бы нам всем лучше? Да, конечно же лучше. Солнце было бы всегда. Тогда сегодняшняя история именно для тебя и для тех, кто не знает о дожде самого главного. На дворе осень. Учебный год в разгаре. На дворе холодно, мокрые качели, сырой песок и даже гулять не хочется. Но для того, чтобы набраться хороших эмоций, наши друзья Миша, Маша, Яша, Тышка и Мышка захотели пойти в воскресенье в зоопарк. И вот настало долгожданное воскресное утро. Проснувшись, Яша первым делом подбежал к окну и аж воскрикнул. Этого не может быть! За окном лил дождь. И что более возмутительно, он лил так, будто и не собирался проходить ближайшие сутки. Неужели зоопарк на сегодня отменяется? В это не хотелось верить. А еще больше не хотелось верить глазам. Поэтому Яша решил зайти к Мише и Маше. Может, у них за окном дождика нет? Хотя как ему не быть, если они живут в одном доме? Яша пришел сразу и стал возмущаться. Ну что ты, Маша, на этот раз скажешь? Ты же говорила, что если очень верить, то можно и дождь остановить. Вот и не паникуй, а верь. Теперь уже бессмысленно верить. Одна моя вера черные тучи в другую сторону не развернет. Яшенька, но если ты так слабо веришь, то бери зонт и иди. Зоопарк дождя не боится и сегодня тоже работает. Маша, ну мы же хотели все вместе гулять. Вот и прекрасно. У меня найдутся зонты для всех. Маша, ты не понимаешь, это будет уже не то. Под дождем гуляют только неудачники. Это кто тут дождя не любит? Спросила Машина мама, зайдя в комнату. А как можно его любить, если он нам поход в зоопарк испортил? Тем более я изо всех сил верил, что его не будет сегодня. Ты верил, что его не будет, а кому-то дождь был необходим и именно сегодня, и кто-то еще больше верил и ждал его. Как это? Кому нужен этот дождь? Кажется, он только все портит. Ты удивишься, но на самом деле именно дождь многим поднимает настроение. Вы не шутите? Кому от дождя хорошо? Всем лесам, полям, всем растениям, а те, кто ухаживает за своими садами и цветами, всегда ждут такого щедрого дождя. Об этом я не подумал. Мне просто очень хотелось увидеть жирафа, тигра, носорога и моего любимого слона. Да, а что ты о них знаешь? Ты как-то подготовился ко встрече с ними? А как это? А так. И мама достала большую энциклопедию, в которой было написано много интересного про этих удивительных животных. Но еще Яшу очень удивила, что все эти замечательные звери с Африки, а там подолгу не бывает дождя. И у его любимых слонов от засухи даже кожа на ушах трескается. О, так это возможно сегодняшний дождь был крайне необходим и тигру? И носорогу! И моему любимому слону! Воскликнул Яша и окончательно успокоился. И даже порадовался, что где-то его любимые звери радуются дождю. И знаете, когда мы радуемся силам природы, то они нас приятно удивляют. Вот в этот раз, например, сразу после дождя вышло солнышко. Яша, посмотри, твоя вера тучи разгоняет! И Маша показала, как в окошке засияло солнышко. Маша, моей вере очень помогла и ваша с мамой вера, а без вас дождь залил бы из моих глаз! И наши друзья все-таки пошли в зоопарк. И встретились и с тигром, и с носорогом, и, конечно же, со слоном. Все эти звери были довольны, потому что совсем недавно их порадовал дождик. Ну что, как вы думаете, так ли плох дождь? Илья, как ты думаешь? Нет, нет. Ой, мне даже хочется извиниться перед дождем. Я думаю, что он приносит только лужи, а оказывается, он так помогает слонам. Да, и не только слонам. Дождь очень нужен даже на полях, чтобы дома у нас были фрукты и овощи. Дождь нужен деревьям, чтобы у нас был с вами чистый воздух. И дождь очень нужен нам, потому что это Божье благословение для каждого из нас. А мы встретимся с вами ровно через неделю, чтобы продолжить незабываемые приключения в поисках главного. Пока! Мышка, яшка, мышка, и Машенька, и Мишка, цель продолжают. И летом, и зимой, и восемь, и весною Страну своей мечты идут Их дружба ладью найдут Угадайте, что это? Сто одежек и все без застежек Правильно, капуста Угадайте, что это? Расту в земле на грядке Красная, длинная, сладкая Правильно, морковь Угадайте, что это? Как на нашей грядке выросли сокатки Летом зеленеют, осени краснеют Правильно! Помидоры Яшина зарядка Привет! Узнали меня? Это я Правильно, Яша И мы начинаем Яшину зарядку! Ну что, вы, наверное, сидели перед телевизорами Сутулились Давайте поэтому сделаем сейчас упражнение для спины Итак, начинаем Раз, два, три, четыре Раз, два, три, четыре Молодцы! А теперь представьте, что вы огромные деревья И на улице поднялся большой ветер И начинаем гнуться Право и влево Право и влево И снова вправо и снова влево Молодцы! Настоящие деревья! А теперь сделаем упражнение на равновесие Постоим На правой ноге На левой ноге На правой ноге На левой ноге На правой ноге На левой ноге Кто больше просто? На правой ноге И завершение на левой ноге Молодцы! А теперь прыжки Будем прыгать на правой ноге И на левой ноге Начинаем! Раз, два, три, четыре Молодцы! Прыгаем дальше Раз, два, три, четыре А теперь предлагаю вам покататься на лодочке Только лодочками будем мы сами Ложимся на пол и обхватываем ноги руками Поехали! Раз, два, три, четыре Раз, два, три, четыре Еще раз Раз, два, три, четыре И помните, что ежедневная зарядка Поможет вам быть сильными и здоровыми Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова